Друзья, всем Большие Пламены! Меня зовут Денис Колесников и это программа Сериальный Трэндец. Все, что вы хотели знать о сериалах, трендах и немного о кино. Сегодня в выпуске. Ретро-футуристический маньяк, интригующий манифест и душераздирающий миллион мелочей. Все на М, но не МММ. Все верно, Зинаида Петровна. Погнали. 25 сентября на канале NBC вышел новый сериал под названием «Манифест». Это такая детективная драма с элементами фантастики. Действие сюжета разворачивается вокруг самолета, на борту которого находится 191 человек. Но, кстати, часть пассажиров на этом рейсе оказалась буквально-таки случайной, а точнее они просто поддались соблазну заработать лишние 400 долларов. Ну, как говорится, полечу другим рейсом, чуть подольше полечу, но зато заработаю бабки. Но если бы они знали, что их самолет приземлится спустя 5 лет, 6 месяцев и 28 дней, то, наверное, бы передумали. Это как-то день? Как такое может быть-то? Ну, Зинаида Петровна, вот в этом как раз-таки и элементы фантастики в этом шоу. Хотя и основная драма тут крутится тоже вокруг этого события. Для людей на борту прошло всего несколько часов, но для всего мира прошло гораздо больше времени. Дети пассажиров выросли, родственники умерли, а будущие мужья и жены в поисках утешения в этом мире нашли себе новых любимых. Дополнительные непонятки зрителю создают еще и то, что, попав в эту временную зону турбулентностью длиной в 5,5 лет, часть пассажиров стала обладать некой силой и сверхспособностями. Суперменскими? Ну, не совсем. Дело в том, что у них в голове звучит их собственный голос, который направляет их делать правильные поступки и вообще хорошие дела. Ну, то есть, да, получается, полетал вот так несколько лет и вдруг познал истину и готов к всяческим свершениям. Вообще, сериал поднимает непростые психологические и экзистенциальные темы. И если поначалу присутствует легкое дежавю для тех, кто когда-то смотрел Лост, то потом становится понятно, что этот сериал все же о другом. Остается надеяться на адекватность сценариста в будущем, ну и вообще то, что сериал не будет проседать, а лишь будет только набирать обороты. Также маленькой вишенкой на торте этого сериала является то, что в продюсерах там сам Роберт Земекис, а он за ерундовые проекты вроде как не берется. Итак, смотрите сериал «Манифест» с 25 сентября на NBC, ну или на Кинопоиске день спустя и уже в русской озвучке. Прошлая неделя была богата на классные премьеры. И как по мне, именно на прошлой неделе на NBC стартовала лучшая драма этого сериального сезона. Ну или даже скорее мелодрама, однако от этого она хуже не стала. Давайте знакомиться. «Миллион мелочей». Звучит день как название хозяйственного магазина. Понимаю, Зинаида Петровна, это по вашей части, но здесь все намного серьезнее. В центре сюжета четверо друзей, которые познакомились много лет назад случайным образом, застряв в лифте. Отправной точкой сериала становится самоубийство одного из друзей Джона. Для всех остальных это невероятный шок, потому что вроде бы ничего не предвещало беды, он был успешен, был душой компании и вообще был вечным оптимистом. Еще тяжелее становится от того, что Джон всегда говорил, что случайностей не бывает и на все есть свои причины. Однако никто из его друзей и близких не может найти эти самые причины в его поступке. Во всяком случае, поначалу. У друзей остается воспоминание и видео в телефонах с его трогательными речами, и вот, общаясь на похоронах, друзья открывают глаза друг другу на себя, на свои жизни и проблемы, на то, что они живут с ними и никак не могут осмелиться их решить. Чем дальше мы наблюдаем, тем больше выясняется, что недомолвок, тайн и прочих мелочей у этой компании действительно целый миллион. Из всех сериалов, которые будут в этом выпуске, это, пожалуй, самый слезливый. Ну, это правда. Потому что он явно выбивается и эмоции после просмотра пилотной серии, я бы сказал, достаточно сложные. С одной стороны, это невероятная тоска и грусть, а с другой — надежда и понимание, что именно друзья придут к вам на помощь и выручат в сложную минуту. Даже если жизнь подбрасывает миллион проблем и мелочей, с которыми нужно справиться. Итак, миллион мелочей с 26 сентября на ABC не пропустите, очень-очень рекомендую. Ну и, наконец, третий в нашем сегодняшнем списке — это сериал «Маньяк». Жестокое что-то? Нет, Зинаида Петровна, ну что вы, сейчас расскажу и сами все поймете. Netflix, как и полагается, выпустил его в конце сентября сразу пачкой, то бишь все серии сразу. Несмотря на вот это пугающее название, которое вас сбило с толку, Зинаида Петровна, на самом деле «Маньяк» какими-то нотками перекликается с миллионом мелочей, но однако совсем на него не похож, это точно. Скорее у них местами совпадает настроение. Итак, «Маньяк» — это история о двух глубоко дефективных или, скорее, депрессивных, ну или просто не очень простых людей, подписавшихся на медицинский эксперимент, кураторы которого хотят избавить мир от эмоциональных страданий. Все действие этого сериала происходит как будто бы в нашей параллельной вселенной. Ретро-футуристический сеттинг похож на смесь из Alien Isolation и космической одиссеи Кубрика. И это как раз-таки относится к тем эпизодам «Маньяка», которые происходят в реальном мире. А вообще львиную долю хронометража составляют фантазии и проекции главных героев, в которых они находятся во время эксперимента. Чередование же между реальным и воображаемым миром не дает действию проседать по темпу и в целом позволяет просмотреть все серии в один присест, как и положено прилежному нетфиксовскому детищу. Хотя, если честно, вот как раз-таки в первой серии, то бишь в пилоте, мне кажется, все действие слишком затянуто. Но если вас после этого зацепят, то, уверяю вас, вы досмотрите до конца и получите удовольствие. Вообще, этот сериал больше походит на пятичасовой фильм и является цельной картиной без явных намеков на какое-либо продолжение. Ведь помимо сайфая, это еще и чувственная драма. Драма о победе над внутренними демонами и настоящей дружбе, после просмотра которой у вас явно улучшится настроение. Главные роли в этом мини-сериале исполняют Джона Хилл и Эмма Стоун, что, в общем-то, необычно для обоих вот на таком сериальном проекте. Большим бонусом стало не только то, что Нетфликс выпустил все серии сразу, это он может и практикует, но еще и то, что он выпустил все серии сразу в русской озвучке. И вот за это, как говорится, респект. Прямо сейчас наша постоянная рубрика «Не прошло и годы», где я рассказываю вам о новых сезонах ваших любимых сериалов. Возможно, что-то уже вышло, а вы замотались, заучились, заработались. Ну так вот, я вам сейчас расскажу. Итак, помимо вернувшихся на прошлой неделе теории Большого взрыва и детства Шелдона, на канале CBS стартовал третий сезон «Мистера Була» с 24 сентября. А также «Морская полиция» и «Морская полиция» и «Новый Орелиан» с уже какими-то безумными по количеству сезонами они стартовали 25 сентября. Канал Фокс порадовал новым сезоном «Одаренных», и там, как обычно, суперлюди, супердети и правительственные заговоры. Не может не радовать третий сезон «Смертельного оружия». Поначалу казалось, что вся эта затея буквально-таки на один сезон, а может и меньше, но, как видите, они продержались аж до третьего. Также, хотя для Фокса это скорее премьера, но на самом деле там стартовал седьмой сезон «Последнего настоящего мужчины», который был закрыт в прошлом году, но в этом был смело подхвачен Фоксом, и теперь он в их расписании. Пытаюсь записать мое любимое шоу, а его нет в эфире. Так может, его закрыли? На кой закрывать популярное шоу, которое все обожают? Может, потому что они идиоты? На NBC 26 сентября стартовала вся семейка Чикаго с новыми сезонами, а именно «Пожарная Чикаго», «Полиция Чикаго» и «Медики Чикаго». И там же 27 сентября стартовал третий сезон комедии «В лучшем мире», причем сразу часовым эпизодом. Ну и, наконец, на ABC стартовали долгожданные продолжения сериалов «Хороший доктор» 24 сентября, «Американская домохозяйка» 26 сентября, «Американская семейка» также 26 сентября, двухсерийная премьера нового сезона «Анатомии страсти» и очень ожидаемое продолжение «Как избежать наказания за убийство» с 27 сентября. Представьте, друзья, это лишь только возвращение новых сезонов, а сколько еще новинок ждет нас в октябре, и мы вам о них обязательно расскажем. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, ну и если хотите нас поддержать донатом, ссылка на него есть в описании к этому видео. На этом все, друзья. Спасибо, счастливо и пока! Так, адекватность. Отлично. Бабки. А-а-а-а. Не, не так. Дык-дык-дык. Адекватность. Еще раз. Чередовая. Рама о победе на... Чередэкватность. Окей.